Йо-йо-йо, здорово, народ! И это часть вторая моего сегодняшнего видео. А сегодня она будет о новинках Samsung. Таких, как планшет Tab S10 Ultra, таких, как S24 FE, и таких, как секретный Fold. О, черт подери, да. Итак, поехали. Что я вам хотел рассказать? Ну, начнем с S24 FE, потому что это у всех на слуху. S24 FE, да? Вот мы сравним его с S24. Почему я не держу его в руках? Да я не вижу смысла его держать в руках. Почему? Потому что, по факту, всегда FE-шка это урезанная версия S24. И в том году, когда у меня был S23 FE, я даже распечатывать его не стал, держа в руках. Уже стал, что это хлам. Почему я так сделал? Ну, потому что там процессор был сильно хуже. Камера похуже. Экран похуже. И стоил он практически как S23. Потом цена уже изменилась. И S23 как остался, стоит достаточно дорого. Так S23 FE-шка подешевела тысяч на 20 рублей относительно S23. В принципе, тогда уже стал в нем какой-то смысл. И некоторые люди его берут. Но вот даже S23 FE славится чем? Тем, что частенько бывает такое, что он как S22 Ultra, бывает у людей, просто так начинает перезагружаться сам по себе. То есть, все равно это говорит о том, что качество исполнения платы, оно все равно бюджетное. Что качество материалов, оно все равно бюджетное. Эти вот все бюджетники, я не говорю, что если брать Samsung, то флагман. Не хватает денег на флагман этого года, берете флагман прошлого года. Не хватает на новый прошлого года, берете бэушный флагман. И так далее. Значит, только так вы сможете кайфовать с Samsung. Все остальное это хлам. Но S24 FE вышел в принципе неплохой. Давайте посмотрим, что про него можно сказать. Процессор у него такой же, как у S24. Exynos, да, не бог весть, но большинству людей Exynos 24 поколения более чем достаточно. Да, понятно, что производители игр делают игры под смартфоны, которые на снэпе. Потому что Vivo на снэпе, Xiaomi на снэпе и много смартфонов, там OnePlus на снэпе. Поэтому производитель тяжелой игры оптимизирует ее под Snapdragon. Соответственно, когда вы запускаете тяжелую игрушку на Exynos, она работает хуже. Но не потому, что Exynos так плохо, а просто потому, что она не оптимизирована под процессором, так хорошо, как оптимизирована под снэп. Тем не менее, Exynos хватает для большинства игр и уж точно для всех задач. Поэтому по процессору я не могу сказать, что S24 FE плохо. И по сути это тот же S24, но у него хуже ширик намного, у него хуже телевик намного, у него больше аккумулятор тоже намного, 4700 против 4000. Соответственно, по автономности S24 кому не хватало, а его много кому не хватало, как и любого маленького. телефона, то вот это вот хороший прирост. Дальше, экран побольше, считайте S24+, по цене S24. Неплохо? Неплохо. Но, камера основная будет классная, а вот если вам нужен телевик для портретов или ширик, чтобы снимать какие-то пейзажи более расширенно, да, то этого вы сделать не сможете. То, что он весит больше, это понятно, на его 70-м весит ни о чем и так далее. Дальше, смотрите, что мы можем про него сказать по таким вот тестам. По процессору, ну, примерно то же самое. Процессор чуть-чуть более урезанный, чуть-чуть, но это не ощутится. Это прям капелька. По связям там все окей, там и там. Аккумулятор, понятное дело, на FE-шке больше, значит, держит он лучше. Производительность, ну, собственно говоря, такая же. Дальше, в чем у нас разница? Экран больше, разрешение экрана так себе для такой диагонали. То есть плотность пикселей на дюйм упала. Вот это вот не очень хорошо. Сам экран тоже будет хуже, разумеется, не только по максимальной яркости, но и на самом деле и по цветопередаче. Там будут всегда не такие насыщенные, не такие сочные. По шиму ничего не могу вам сказать. Горилла глаз тоже по защите, оно будет слабее. То есть оно будет биться у вас больше при падениях, с большей вероятностью разобьется. Понятно, что это дело случая, но так, тем не менее. Дальше, ну, габариты, понятное дело, меньше с 24-го. Дальше, в рамке тоже, разумеется, будут чуть побольше у FE-шки, особенно нижний подбородочек. Производительность, видите, тут практически все идентично. По сути, одинаковые ядра, все те же самые, только частоту чуть-чуть уменьшили. От этого телефон меньше будет греться, в принципе, это нормально. Все это не проблема, скажем так. Графика точно такая же, все вообще одинаково. По Antutu и всем вот этим тестам, ну, одни цифры, я бы сказал, одни цифры. Дальше, это все нас не интересует, это все нас не интересует. Ну и, собственно говоря, оперативка точно такая же, скорость ее точно такая же, хранилище точно такое же. Оперативка, операционка точно такая же, обновления все будут, кстати, одинаково, зарядка точно такая же. Скорая зарядка тоже самая, беспроводная зарядка тоже есть, защита от воды есть, стереозвук есть. Держать будет дольше. И, в принципе, что я вам могу про него вот сказать, да. По видеозаписи это все херня, это все маркетинг, это все будет сниматься у вас одинаково. Но уж поверьте, не будет такого, что S24 FE с худшим процессором и такой же камерой будет снимать там лучше, чем обычный S24. Это просто все обновлениями решается, это они так специально делают. Ну а тут, значит, все то же самое. Дальше телевик, он хуже всего на 8 мегапикселей, размер сенсора намного меньше. Дальше. Стабилизация только цифровая на телевике, то есть он будет дергаться, сильно сэкономили на телевике. Ну и по фронтальной камере там тоже такое же урезание есть. Сейчас где-то я видел, где-то я по-моему видел, секундочку, куда-то все улетело. Ну в общем, вы поняли. Соответственно, если вам просто нужен основной модуль и телефон с дольшей автономностью и хочется что-то похожее в руках на S24+, но на S24 вам денег не хватает, потому что он стоит там новый где-то 70, то взять S24 FE спустя сейчас месяца 2-3 за 50 было бы неплохо. Но вот сейчас, когда он только вышел и стоит везде под 60 тысяч рублей, а доплатив десятку, можно взять уже S24+, который будет выше разрешения, больше оперативки, нормальный сочный экран, нормальные хорошие камеры, ну конечно же это того стоит. А если хочется за 60 тысяч рублей, ну лучше взять S24 маленький и сэкономить денег, да? То есть в те же деньги взять, но при этом получить те же самые характеристики, то есть наоборот, получить лучшие характеристики за те же деньги, только пожертвовав аккумулятором. Ну да, подоскайте с собой Powerbank. Ну короче, S24 FE особого смысла я не вижу, он однозначно лучше, чем S23 FE в прошлом году, потому что хотя бы процессор теперь хороший и основной модуль камеры такой же. Но тем не менее, кастрированная фронталка, кастрированный телевик, кастрированный ширик, причем сильно, и как бы тупо телефон с одной основной хорошей камерой, тогда нахер вообще нам эти камеры было взади делать? Уже сделали бы одну и сказали, ну вот телефон из 2000-х годов, когда у нас была всего одна камера в телефоне. А так, ну не знаю народ, решайте сами. Более интересная новинка, Tab S10 Ultra, да? Вот что я могу вам про него сказать? Есть ли мне смысл хоть какой-то менять свой Tab S9 на Tab S10 Ultra, соответственно, да? Вот я пока что не вижу, пока я звук его не послушаю в жизни, то только вот это единственное, что может быть, это то, что у него, допустим, изменился звук. Потому что рамки такие же, экран точно такой же. И, соответственно, что там стало? Камера чуть лучше, планшети, они и так всегда дерьмовые, как были, так и остались. Поэтому пока что обновляться на Tab S10 Ultra я смысла абсолютно никакого не вижу. Если у вас есть S9, точно нет. Если у вас есть S8, ну, может быть, если он у вас уже там каких-то чудом успел выгореть, или аккумулятор убиться, ну, может быть, стоит, да? Но с девятки на десятку точно нет. С восьмерки на девятку кто-то там ради влагозащиты обновлялся. Но, опять же, я ни разу свой планшет не мочил. Но, может быть, кому-то это пригодится. Если стал лучше звук, потому что давно еще в планшетах от Apple был звук намного лучше, чем в этих всех девятках, даже десятках и так далее. Вот сделали бы они такой звук. Я бы сказал, да, можно обновиться, чтобы планшет стала как дополнительная такая Bluetooth-колонка, да? Это было бы круто. А так, пока они звучат одинаково, экраны одинаковые, процессор чуть быстрее, чуть меньше троттлит. А что делать на Android-планшете? Все равно все, кто покупает к нему чехол, клавиатуру и думает, что они заменят ноутбук, это все самообман, нихрена они не заменивают. И в итоге все равно эта планшет, это просто хорошая автономная вещь с охеренным экраном для просмотра чего-либо. Там, каких-нибудь видосиков на YouTube, фильмов с собой и так далее. Ну и то с собой, большой экран таскать не каждому удобно. Дома, как стационарно, да, знаете, вот на кухне телека нет, поставили, включили кинопоиск, смотрите. Да, хорошая вещь с хорошим экраном. Но отдавать за него 150 тысяч, ради этого, да блин, можно любой телек за эти деньги купить и как уж угодно его вкорячить. Поэтому насчет Tab S10 Ultra я бы на вашем месте подумал. Но еще кое-что выходит, это уже секретная информация, выходит Fold 6 Special Edition, он называется, специальное издание, да. Это крутая штука, но выходит она не на наш рынок, я не знаю, по чем она у нас будет продаваться. На самом деле, потому что она выходит вообще в мире на наши деньги по цене 200 тысяч рублей. А у нас Fold обычного официала стоит 200 тысяч рублей. Но при этом этот Fold, его не будет ни восстановленных, ни серовозных особо, да, там. И скорее всего, он как вот стоит по миру порядка 200, так и у нас, если он где-то проскочит на Авито, он и будет стоить порядка 200. То есть, кто хочет купить там Fold у официалов за 200 тысяч, да, то по сути станет лохом. Кто берет там Fold 6 на терабайт, да там 150-160 тысяч, походу станет лохом. Потому что, как только появится Fold Special Edition на продаже, его не будет в магазинах. Но где-то участников на Авито его можно будет купить. И вы со своим терабайтом за 160 тысяч будете просто лохом. Потому что доплатили бы еще 20-30 тысяч, и вы были бы реально уникальным чуваком. А теперь, смотрите, я вам рассказываю про эту вещь, которую я бы очень хотел, но как ее купить, да, и за эти деньги. Ну, как бы такой секрет, шестой Fold можно взять со 120, переплатить еще вдвое. Ну, такое себе. Но, Samsung подсуетились, поняли, что Vivo делает тоньше, поняли, что Vivo делает шире, надо исправляться. Вот они и справились. Значит, что они сделали? Во-первых, 200-мегапиксельный, или этот, основной модуль. То есть, фоткать он должен как ультра на основном модуле. Телевика все равно, увы, нету. Потому что они его сделали тонким, они его сделали сильно толще, чем обычный шестой Fold. Дальше, он стал шире. Ощутимо шире, я вам скажу. Он уже вообще как обычная мобилка получается. Дальше. В разложенном виде он стал офигеть как шире. Потому что ширина в сложенном состоянии, это X2 ширина в разложенном состоянии. То есть, он уже прям уничтожает по размерам. И по высоте то же самое, если вы сравните. Тоже, тут где-то около сантиметра по высоте он тоже стал больше. При этом он тоньше. И при этом он весит примерно столько же, даже чуть легче. То есть, по виду в руках это будет абсолютно другое устройство. Я не знаю, насколько я перестану быть преданным своим идеалам. Потому что мне этот Fold нравится как раз таки тем, что когда он сложен, мне удобно им пользоваться одной рукой. И может быть я бы и не хотел этого расширения. Но с другой стороны, любой кто пользовался Fold'ом знает, что когда у вас в руках такая расходушка, что вы ее раскрыли. И у вас, опа, большой экран. И там все такое большое. Фоточки большие, тексты большие. Все удобно читать. То может быть это будет и круто. И когда вы посмотрите на размер изображения на этом огромном экране. То уже на вашем стареньком Fold'е вам покажется все мелковатым. Но тут вопрос опять же денег и доступности этого устройства. Если бы оно было таким же серовозным, то и цена бы на него была бы хороша, типа 130-140 тысяч на фоне 120 за обычный Fold на сером рынке. А здесь получается, что он выходит по курсу 200 тысяч рублей. Но и обычный Fold столько примерно стоил. Но обычный Fold есть серовозники, есть восстановленные и так далее, что сильно все сбивает цену. И в итоге, по факту, мы шестой Fold можем сейчас взять при очень удачном раскладе за 120 тысяч рублей. А на этот Special Edition, я уверен, что цены меньше 170 точно не будет. Поэтому, как бы, кто ходит и так официально брать по 170, лучше уж ждать такого и взять вот эту крудь. Кто хочет сэкономить, можно, пожалуйста, брать шестой Fold, 50 тысяч разница. Я, по сути, все то же самое, как бы вообще вопросов к вам не имею. Так что вот такие вот дела, вот такое мое мнение по новинкам. Интересная штука, попытаюсь раздобыть на обзор. Было бы круто даже себе оставить, но опять же себе оставить, а где взять чехлы, а где взять ремонтные запчасти, если вдруг что-то случится. А если я разбил экран, то это вообще нереально подчинить. Плюс, опять же, будет только для корейского рынка. То есть, если мы берем его здесь, наверняка будут ограничения по частотам сети, что, в принципе, в Москве меня не так сильно пугает. Я все-таки не по регионам езжу, там бы, это более ворота, в Москве я должна все равно хорошо ловить сеть. Вот. Но, в любом случае, две физические сим-карты в него не вставить, а у меня именно две физические сим-карты. Но, с другой стороны, там должно быть два e-mail, так что e-sim-ку вторую я поставить смогу. Просто надо будет свою физическую карту превратить в электронную для этого случая. Вот. Ну и, в принципе, будут некоторые иероглифы в оболочке, может быть, еще какая-то херня, но Play Market на корейских должен быть. Поэтому посмотрим. Удастся раздобыть, конечно же, видосы будут, но это явно должно быть не так скоро. Ну да ладно, народ, с вами Диман Масл. Теперь переходим к бомбежке. Третья часть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова